На ваших экранах дом номер 20 по улице Северная, села Новопетровская. Это панельное здание было построено относительно недавно, в конце прошлого века. По его фасаду так не скажешь. Да и не только внешний вид находится в плачевном состоянии. Уже два с половиной года жители жалуются на подвальные помещения. В каждой комнате практически начинает скребыкать и издается писк. То есть я это слышу каждодневно, особенно это ночью беспокоит, потому что когда я ложусь спать, то есть начинается именно этот шапаж крысиный, и то есть это невозможно ничем унять. Я даже бывала, включала на телефоне, то есть ультразвук, да, специально который записан, это как-то уже более-менее на какое-то время спугивало. У крыс есть соседи. Мошки, пауки, сороконожки, комарины и стаи. В подвале дома образовалась целая экосистема, и жители этому уже не удивляются. Два с половиной года продолжается вот эта вот ситуация. То есть ко мне приходила подруга, мы сидели с ней в комнате, и она услышала очень громкий такой грохот в подвале именно, и как запищала крыса, она испугалась. Вот. Я сказала, не переживай, то есть это нормально. Животные – это только вершина айсберга. Главная проблема – зловонный запах канализационных отходов. В подвале скопилась вода, а дренажных насосов в нем не предусмотрено. Сколько лет мариновалась подвальная жижа, остается только гадать. Через месяц уже у меня стали появляться головные боли, потому что я не стала замечать этого запаха. Я переехала в другую комнату. От смены комнаты ничего не изменилось, потому что этот запах пошел на все комнаты, то есть он начал распространяться по всей квартире. Открываешь окна, проветривает, так этот запах идет с улицы. Это никак не помогает. Мошки летают, давить их нельзя, потому что на обои остаются пятна. А пользуются дихлофосом, и плюс этот зловенный запах – это просто способ для самоубийства. К сожалению, или скорее к счастью, камера не передает запахи. Жители дома обращались в Новопетровское ЖЭУ, но все безуспешно. Два раза обещали прийти, проверить, посмотреть что-то там сделать. Этого не было, даже не приходили, потом просто не брали труб к телефону. В связи со сменой руководства округа многие управляющие компании были ликвидированы. Возможно, это и стало причиной отсутствия реакции. С февраля 2019 года дом номер 20 передали в эксплуатацию МУП «Истринская ЖЭУ». Мы созвонили с управляющей компанией и нам пояснили – об этой проблеме знают. ЖЭУ проводило весенний осмотр этого здания. Кроме того, проблема была озвучена на встрече жителей с главой округа. А также новопетровцы оставляли жалобы на портале «Добродел». Осведомлено предприятие и о зловонии, которая беспокоит жителей. Этой проблемой мы решили заняться в первую очередь на доме. Значит, запланировали замену системы канализации по подвальному помещению на июнь месяц 2019 года. Также будут сделаны дренажи в подвале, которые были ранее не предусмотрены. Установлены дренажные насосы для откачки грунтовых вод по мере необходимости. И также в это же время будем проводить ремонт отмостки по периметру дома, чтобы грунтовые воды в дом не проникали. По словам замдиректора, ремонт будет произведен за счет денежного баланса дома, который жители вносят за строчку в платежке «Текущий ремонт». Там система канализации она чугунная и требует не только ремонта в некоторых местах, а есть участки, где требуют замены. Скорее всего, мы замену произведем на пластиковую, что легче в обслуживании и замене в ремонте в последующем. И это полностью исключит запах. А дренажные насосы, которые будут установлены в данном подвале, в автоматическом режиме могут откачивать грунтовые воды. Исключат полностью влажность подвального помещения. По словам сотрудника управляющей компании, в третьем квартале 2019 года проблема полностью искоренится. Такие сроки обусловлены тем, что на момент передачи дома в Истринское ЖЭУ он имел нулевой баланс. Но даже если средств до июня не наберется, ремонт все равно будет произведен. Будем следить за развитием событий. Максим Рыков, Антон Елизаров, Истререв.